Главной темой краевого селекторного совещания стала наркоситуация на Кубани за 2018 и первый квартал 2019 года. Она по результатам мониторинга оценивается как напряженная. По итогам проведенного мониторинга наркоситуация в крае за 2018 год цена оценивается как напряженная. Схожую с краевой оценкой получило 40 муниципальных образований, и это больше, чем по итогам 2017 года. Во-первых, масштабы незаконного оборота наркотика в состоянии крайне оценивается как предкризисное. По сравнению с предыдущим годом ситуация по данному параметру не изменилась. На параметры масштаба незаконного оборота наркотика влияет количество наркопреступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вовлеченность наркопотребительных, незаконный оборот, количество лиц осужденных за совершение наркопреступлений, в том числе и молодежь. Удовлетворительная наркоситуация по этому параметру не отмечается ни в одном из муниципальных образований края. Данная конденция сохраняется на протяжении последних пяти лет. Напряженная наркоситуация определяется в семьях муниципальных образований края. Это Сочи, Анапа, Лагинский, Славинский, Шерловский, Атравинский, Павловский районы. Самая сложная ситуация отмечается в крупных населенных пунктах и приморских городах. Благодаря активной работе по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, в некоторых районах удалось добиться улучшения ситуации. По альтернативным данным на 1 апреля 2019 года в праве зарегистрировано 34 462 председателя психоактивных веществ. Для сравнения, в 2017 году у нас было 43 тысячи. Среди них 20 518 человек – это больные алкоголизмом, тоже произошло снижение. По социальному статусу, если развивать больных алкоголизмом, это 64% составляет работающее население, 30% – неработающие, и 6% старше трудового возраста. Ориентировочно 20% всех больных – это женщины. Показатель общей заболеваемости алкоголизмом в крае почти в 3 раза ниже, чем по Российской Федерации и в 2 раза ниже, чем в Южном Федеральном Уроке. В ходе краевой акции сообщи, где торгуют смертью, на горячие линии ежедневно поступает множество звонков. Благодаря активности населения в прошлом и уже в этом году полиция смогла задержать сотни наркодилеров и завести на них уголовные дела. По итогам 2018 года сотрудниками полиции выявлено на 2% больше преступлений по тяжким и особо тяжким составам, на 17% фактов сбытом наркодиков, на 7% фактов притоносодержания, на 50% фактов незаконного оборота сильнодействующих веществ и на 300% фактов легализации наркодоходов. Участники совещания обратили внимание на необходимость усиления антинаркотической работы во всех районах края с привлечением радио, телевидения и печатных изданий. Массовые мероприятия, нацеленные на профилактику пагубных привычек среди молодежи, проводятся по всему краю. Скучать подросткам не дают различные праздники, спортивные соревнования, секции и клубы по интересам. Сейчас во всех населенных пунктах Кубани обновляются информационные стенды и средства наружной рекламы на современные образцы с телефонами горячей линии. Субтитры создавал DimaTorzok